В конце июня 2024 года ударный вертолёт H-1Z морской пехоты США опробовал новейшие управляемые ракеты AGM-179JG по движущимся надводным целям. После этого пилоты H-1Z и операторы вооружения УАШ-1УА также отработали поражение надводных объектов из неуправляемого вооружения и автоматических пушек и пулемётов. J-GEM — это новое авиационное средство поражения, которое поступило на вооружение США только в 2022 году и должно заменить предыдущие управляемые ракеты Hellfire и Maverick. Речь идёт о фактической модернизации Hellfire путём замены блока электроники и наведения. При этом двигатель и боевая часть остаются от Hellfire Rome. И если может показаться, что AGM-179JG очень похожа на 49-килограммовую Brimstone от MBDA, которая также построена на базе Hellfire и имеет комбинированную полуактивную лазерную и радиолокационную в миллиметровом диапазоне головку самонаведения, то можно лишь констатировать, что речь идёт о разных ракетах. Таким образом, новая ракета позволяет реализовать концепцию «выстрелил и забыл» по движущимся и неподвижным целям на земле, в воде и даже по воздушным целям. Новая система наведения ракеты увеличила вероятность поражения движущихся целей до 95% по сравнению с аналогичным показателем для Hellfire — около 35%. Управляемая ракета AGM-179 захватывает цель на расстояние от 500 метров и может поразить её на расстоянии до 8 километров. В более новых версиях добавлен тепловизионный канал. Также существует JGM-Emer с дальностью поражения 16 километров в тех же габаритах. AGM-179JGM интегрирована в ударные вертолёты H-64 и Apache армии США. И вертолёты H-1Z Viper — корпуса морской пехоты. H-1Z потенциально может использовать новый боеприпас в качестве противокорабейной ракеты. Она интегрирована в сеть передачи данных Link-16 и может быть выведена на цель с вертолёта в режиме радиомолчания по постороннему целеуказанию. Не забудьте поставить лайк, а в случае если ещё не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!